Первонаперво, да, хочу ваше внимание обратить на то, что сегодня почитаются пяточисленные мученики, так называемые, Авксентий, Евстратий, Евгений, Мордарий и Орест. Может быть, ваше внимание никогда на них не останавливалось. Это такие важные в церковной истории страдальцы. Перед смертью они молились, и их молитвы вошли в часа слов. После третьего часа читается молитва. «Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святой Душе, едино Божество, едино Сила, помилуй имя грешного, имя же и веся судьбами спаси имя недостойного раба Твоего, якоблагословенный и сего веки веков. Аминь». Это там написано «Молитва святого Мордария». Это вот один из них. Мордарий был простой человек, и он когда видел, простой работяга семейный, он когда видел, как терпят за Христа мученики, в частности, там главный Евстратий такой был, почтенный большим должностным чином, известный такой человек в округе был, и он решил за Христа пострадать. И его очень долго терзали, и видя его страдания, этот Мордарий вышел тоже на мучения, захотел тоже за Христа пострадать. Это удивительно, потому что, когда человека убивают, другими людьми овладевает животный страх. Такой страх, когда люди цепенеют от ужаса, и есть такой страх, когда у самого сильного подгибаются колени. И вот это удивительно то, что зрение страданий кого-то других вдохновляло тоже пострадать. Хочется убежать, когда тебе на твоих глазах кому-то голову отрезают, или выламывают пальцы, или выкалывают глаза. А здесь, понимаете, это духовное явление. То есть убивали одних, а страдать хотели другие. И Мордарий был человек неграмотный, такой неученый, не сильно ученый. Он поцеловал детей и отдал их, значит, у него было двое детей, и жена, он попрощался с ними. Жена была христианка, она говорит, давай, вперед, иди. Она еще толкала его на мучения. Мы это часто встречаем в житиях и в актах мучеников, когда жены умоляли мужей до конца терпеть. Говорят, господин мой, терпи до конца, все будем вместе в раю. Наталья и Адриан, это история. Там Яков, персианин рассеченный, жены не хотели. Если там Якова, история такая, Яков пришел домой попрощаться, такой известный персидский мученик, его резали по частям, по каждому пальчику, потом кисти рук, потом стоп и ног, как дерево по веткам обрубали. Удивительный человек. Мы много раз служили службу ему. И он пришел домой попрощаться, а ему мать и женой не открывали двери. Они подумали, что он отрекся и получил жизнь ценой предательства. Он говорит, мы тебя не знаем, уходи отсюда. Он говорит, да я не предал Христа, я сейчас вернусь и буду за него мучиться. И они тогда пустили. То есть какие были женщины, которые своих мужей выталкивали на муку, потому что они знали, что за этой мукой есть другая жизнь. Вот Мордарий пронес эту молитву. Молитва третьего часа. Вообще надо бы ее как бы знать. Вообще часослов это книжка, которую нужно знать всем. И Евстратий, который самый главный среди них. Про него интересно, значит, там такое, что он хотел за Христа пострадать, но он боялся. И он долго был в колебании. То есть могу ли я вытерпеть то, что мне предложат. Огонь там или какие-нибудь другие, там режущие всякие такие раны там и так далее. И он таки молился, молился, значит, такой, и укрепился как-то в молитве и пошел. Его очень жестоко истязали. И посреди истязаний он сказал, «Теперь я знаю, что во мне Святой Дух, и что я раб Божий, и храм Бога Живого». Потому что многие страдания, причиненные ему, он не ощущал. И понял, что Господь с ним. Но потом его присудили, ему сжечь его заживо. И он боялся. И молился словами святых трех отраков, которых в Вавилоне там в печку кинули. И пошел в огонь, значит, и там сгорел. И потом, такой был случай, интересно, на острове Хиос в Греции был храм святых пятимучеников. Это известная история. И батюшка пришел, а жители этого острова были такие же паразиты, наверное, как мы с вами. В храме никого. Так бывает, служба, приходишь, нет никого. Или там кто-то один стоит, или два. Что ты хочешь? Христиане, так называемые. И батюшка пришел, была память пятимучеников в сегодняшний день. И храм их, храм пятимучеников. И нет никого. И он как бы постоял, постоял. Ну ладно, буду служить один. Вдруг заходит пять человек. И стали на клирос, и начали петь канон, и читать житие. И там, значит, в житии, значит, как он потом узнал, там читал, из них там младший, Орест. И там читали житие. А все житие посвящено мучению, в общем-то, одного человека, Авксентия. Вернее, Евстратия. И он там читает. И когда Евстратию нужно было зайти в огонь, он содрогнулся, там написано. Содрогнулся, изменился в лице от страха. Но потом превозмог страх, как бы взял себя в руки, перекрестился и зашел в огонь. И он, когда надо было войти в огонь, он, надо было читать, содрогнулся. Он говорит, он улыбнулся. Он говорит, стой, читай, как написано. Это был Евстратий, который говорит, я боялся. Я боялся. Читай, когда написано, что я боялся. Читай, как написано. Они вот, как бы, они боялись. Слышите? То есть, надо утешить. Они боялись. Им было больно. Там, причем, этому мордарию, ему просверлили ноги в районе лодыжек, насквозь. Продели сквозь них железный штырь, повесили вверх ногами и забили палками до смерти. Как ковер выбивают. Взяли свинцовые прути и били его. И он молился, и так головой вниз, так скончался. Мордарий. Евстратия сожгли. А в Ксентии, Мордарии, Евгении. Евгению вырвали язык, отрубили руки, ноги, потом обезглавили. То есть, это не просто убили. Это, если бы просто взяли, застрелили, это было бы счастье. Вот сегодня были пяточисленные мученики. Это очень известные в церкви святые. И у нас есть такая, в часословии такая служба, полуночница вседневная, полуночница субботняя, полуночница воскресная. Они только в монастырях служатся. Но это значит, надо в полночь встать или рано утром, еще когда не расцвело, и принести Богу ранние молитвы. На буднях это Кафизма 17, Великий Псалом. Блаженно-непорочный путь, ходящий в законе Господне. Псалом из 176 стихов, самый большой в Псалтире. Он читается на вседневной полуночнице. На субботней полуночнице читается Кафизма 9. Запоминайте, это очень важно. Там это очень интересная Кафизма, там есть много пророческих псалмов. И там на субботней полуночнице читается молитва святого Евстратия. Вот если у вас часословы есть дома, или там будут когда-нибудь, найдете, почитаете. Там очень интересно, он пишет о том, что мучения телесные для рабов Твоих, Господи, это веселье. И скоро душа моя покинет это тело. И молюсь Тебе, чтобы множество демонов мрачной и бесчеловечной меня не встретило, не заградило мне путь в горнее, к восходу. В общем, такая интересная молитва, она читается. Две молитвы этих святых сегодняшних, пяточистных, есть в часослове. Молитва Евстратия на полуночнице субботней, молитва Мордария на третьем часе каждый день читается. Ну и на воскресной полуночнице поются тропари Григория Синаита. Мы их поем на хорах часто. Достойно есть и кого истину, положите тебе Бога слово. Вот это вот такие троичные тропари, они очень красивые. Но об этом, пожалуй, хватит. Ну и на прощание мы, конечно, должны почитать Писание, потому что без Писания нету жизни. Люди безумствуют, с ума сходят, грешат и умирают без святого Писания. Это сегодня читается послание к Колоссянам. Несколько прочитаем, чуть-чуть, а потом, ну, чуть-чуть говорить долго не будем, оно само за себя говорит. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Слышите, это перекликается с сегодняшним Евангелием. Хорошие занятия на земле, они могут быть препятствием к вхождению в небесную жизнь. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Первое поколение христиан, это были люди, крещённые в взрослом возрасте. Не все были взрослые, когда сходили в купель. И они реально сами на себе переживали. Вот это вот окунание в воду, троекратное, по апостольскому обычаю, во имя Отца и Сына и Святого Духа, они сходили в воду, как в гроб к Иисусу. Их учили, что ты сейчас в воде умрёшь, а потом выйдешь из воды и воскреснешь. Потому что Христос умер и воскрес. И ты сейчас в воду зайдёшь, как в гроб к Иисусу, и умрёшь в воде, и выйдешь и воскреснешь. И они все это переживали. Они все это опытным образом почувствовали на себе. Они взрослые, верующие, заходили в воду, умирали в этой воде во имя Отца и Сына и Святого Духа и поднимались из воды и воскресали в Иисусе Христе, воскресшем из мёртвых. И они это чувствовали. Понимаете? Потому что мы все, крещённые в детстве в большинстве своём, ничего не понимаем об этом. Нас крестили, мы уже забыли всё это. Потом нагрешили, напаскудили, набезобразили, потом и каялись, плакали, исповедовались, потом возвращалась нам эта благодать. А древние христиане, они взрослые, крестились и почувствовали, что мы умерли со Христом в Боге и воскресли со Христом. И грехи наши остались в воде, а я вышел из воды без грехов. Они это чувствовали. Поэтому они очень боялись согрешить после крещения. И они жили прям как солдат на посту. Они боялись гнилого слова, неправильного действия какого-нибудь там, боялись что-то чужое взять, боялись помыслить что-нибудь злое. Вот об этом пишет апостол Павел. Это нужно нам тоже понять, потому что у нас по-другому сейчас, но это все нас касается. «О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша скрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Как деревья. Сейчас деревья все голые, все без листьев, все под снегом. И непонятно, какой из них так и останется голый и без листьев. А какой из них по весне зазеленеет и плоды принесет. Сейчас не ясно, потом будет ясно. Когда Христос, жизнь наша, явится, тогда и явится всякая тайна человеческая, и будет понятно, ты с Ним или не с Ним. Если ты с Ним, и ты просияешь тоже во славе Божьей. Если ты не с Ним, то горе тебе, человек. «И так умертвите земные» Вот это мы сегодня читали на богослужении. «И так умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, то есть желание больших приобретений, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, подожили между ними. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. «Где нет ни Эллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос». Вот нам сегодняшнее апостольское зачало. Пожалуй, это, может быть, крайнее, что скажу сегодня, это что сначала апостол Павел повелевает нам отсечь от себя грубые страсти, такие как блуд, нечистота. Нечистота – это тоже блуд, только не очень естественный, ну, всякие фантазии на тему блуда. Блуд – это просто соитие человека с чужой женой, там, женщин, с чужим мужем. Это как бы естество, действующее за рамками дозволенного. А нечистота – это то же самое, только уже шире и искуснее. «Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание» – желание, скверно-прибычество, которое есть идолослужение. То есть сначала нужно это отбросить, такие грубые вещи. А потом говорит, что у вас это все было, а теперь вы осветились, оправдались, теперь этого нет, а теперь вы отложите все. И что это все? То есть не просто блуд, нечистоту, злую похоть и любостяжание, все, а все это уже более тонкие вещи. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие и ложь. Как видите, вначале нужно отсечь вещи, которые находятся как-то вот в области чрева и ниже чрева. Блуд, похоть, это все такое воспаление, почечно-печеночное, это все вот где-то здесь в чреве живет. Это нужно отбросить. А потом нужно отбросить то, что вот тут живет, вот здесь вот, вот беспляшет как бы на языках. Значит, дальше он говорит, отложите все. И все это, все про язык. Потому что нету такой ярости, чтобы не было без языка. И злобы такой нет, чтобы не плевалось людей ядом. Отложите гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие и не говорите лжи друг другу. То есть, по сути, сначала нужно отсечь грубые страсти, а потом заняться отложением всего остального, которое полностью поселилось на языке. Следите за языком своим, потому что от слов своих вы оправдаетесь и от слов своих вы осудитесь. Есть множество ненужных слов, которые уже сказаны. Есть множество нужных слов, которые так и не произнесены. Знаете, вот умрет человек, например, в одном фильме про Клайва Льюиса такое. Он встречается им студентом бывшим. Ну, тот самый, который Хроники Нарнии написал. И говорит, ты куда едешь? В поезде встречаются. Он говорит, я еду на похорон отца. Говорит, ты любил его? Говорит, да. А ты сказал ему об этом? Говорит, нет. Я ушел из дома очень рано. Я любил его и скучал по нему, но никогда не сказал ему, что я его люблю. Говорит, жаль. Это нужно говорить еще при жизни. Надо успеть сказать. Потом умрет человек, ты так и не скажешь ему, что любил его. Есть нужные слова, которые не сказаны. Есть грязь, которая произносится постоянно. Пересуды, сплетни, слухи, клеветы, лжесвидетельства, ложь всякая. Когда придешь? В пять приду. Пришел в восемь. Известно вам такое? Где был? Не скажу. У друзей был. А сам не у друзей был. Может быть, ничего грешного не было. Но ложь она везде. Говорит, не лгите друг другу, совлекшись с ветхого человека с деяниями его. Либо молчи, либо говори правду. Не хочешь врать? Молчи. Молчание никогда не постыдит человека. О словах приходится всегда жалеть, а о молчании никогда не жалеешь. Поэтому вот такая вот у нас дорога с вами. Мы умерли со Христом в Боге. И когда Христос явится во славе, мы явимся с Ним вместе, во славе Его, если мы Его. И нужно отложить сначала грубые страсти, гнев, блуд, в смысле блуд, нечистоту, злую похоть и любостяжание. А потом гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие и ложь. Гневаются люди от гордости, если вам это неизвестно. Если я гордый человек, и что-нибудь не по мне, вот не как я хочу, в семье, дома, на остановке троллейбуса, ну не приходит троллейбус, вот нет его, и я хожу там, топаю, как Мишка, значит, косолапый по лесу идет, шишки собирает, песенку поет, понимаете? гневаюсь, не по-моему, что это они делают? Так нельзя, нельзя так. Я гневаюсь, отчего? Потому что я гордый человек, и хочешь, чтобы было по-моему. Оно не по-моему, и я гневаюсь. А вы разве иначе? И вы гневаетесь, потому что вы гордые люди, и всю жизнь происходит что-то не по-вашему. Правильно? А с какой стати я должен пустить по-вашему? Или по-моему? Как Бог хочет, так и происходит. А я гневаюсь. И грех на мне. Нельзя гневаться. Бог дал, Бог взял, там Бог рулит, Бог правит. Слава тебе, Господи, пусть будет, как ты хочешь. Да будет воля твоя. Гнев потом переходит в ярость. Да? Это уже высшая степень гнева. Яростное воспаление такое, когда убить человек может. За что? За то, что ему машину поцарапали. Или за то, что ему зарплату задержали на три дня. Или за то, что жена пересолила ужин. Или за то, что за что? За все, что хочешь, можно. Убить можно от ярости. Причина во. А можно сделать непоправимое. Это нужно отложить. Для того, чтобы гнев отложить, нужно гордость отложить. Иначе гордый вечно будет гневаться. Гордый будет вечно унывать. Гордый будет вечно гневаться. Гордый будет вечно страдать от бесов. Такова участь гордого человека. Гордому всегда будет плохо. Гордому и в раю будет плохо. Поселили гордого в рай. Он посмотрел на разбойника, который первый в рай вошел. Сказал, что это я с разбойниками в раю, что ли, буду? Я никогда никого не убивал. Что-то я со злодеями собираюсь. В раю буду жить. Нету в Боге справедливости. Я против такого Бога. Я билетик Бога возвращаю, как Митя Карамазов. Я не согласен. Гордый в раю не усидит. И гордых в раю нету. И гордые в раю не будут. Поэтому смиряйтесь, пока не поздно. С Богом и с руками, с делами рук Его. Поэтому отлагайте, любимые, и все. Гнев, ярость, злобу, злоречие. Нельзя никого злословить. Власти злословить нельзя. Мы злословим их не потому, что мы хорошие. И не потому, что они хорошие. Их нельзя злословить. Они как мы, а мы как они. Но когда мы злословим их, мы гнилые. Не злословьте высших. Пусть себе там. Бог с них спросит. Каждая овечка будет повешена за свой хвостик. Не лезьте наверх. Наверху тяжело. Дышать тяжело наверху. Кто имеет ум, тот пониже летает. Пониже легче выжить. Кто гордый, тот наверх лезет и там задохнется. А вы, вышних, не злословьте. Ни директора гимназии, ни начальника муниципальной области, ни губернатора Московской области, ни того, ни этого. Не злословьте лишний раз. Потому что не исправите ничего. От душу только занапастите. Поэтому отложите это. Гордость, а вместе с ней гнев, ярость, злобу, злоречие. Не злословьте никого. Сквернословие. Надеюсь, у вас этого нету. Но, слушайте, знаете, батюшка один раз забор рихтовал, забивал там по какие-то доски отпавшие. А малышня залезла на забор, как воробьи сели, с другой стороны смотрят, а он там бьет гвозди в забор. Что дети, смотрите, как священник работает у себя во дворе. Нет, говорит, ждем, когда ты по пальцу молоком тяпнешь, и что ты при этом скажешь. Потому что вы знаете, что мы скажем, когда тяпнем молотком по пальцу, когда за рулем едем. Это значит, что вы грязные люди. Потому что если дашь себе молотком по пальцу и скажешь, о, Господи, прости меня грешного, а, Иисусе, с ини Божий, помилуй мя. Или вот на машине едешь, там поднесло, занесло, там что-нибудь тебя подрезали, и ты скажешь, Иисусе, с ини Божий, помилуй, там, Матерь Божия, сохрани меня. Это будет значить, что у вас все в порядке с головой, с душой и так далее. Вы можете спать и во сне разговаривать. И вас можно слушать, и ничего стыдного не услышишь. А если вы извергаете из себя какую-то грязь словесную, значит, вы грязные люди. И вам вас не разговаривать нельзя. Потому что если вас послушать, то с вами жена разведется. Или от вас муж уйдет, потому что вы грязные люди. Поэтому это все очень важные вещи. Отложите все, гнев, ярость, злобу, сквернословие, злоречие, сквернословие, и не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. А в новом человеке, в Иисусе, нету Эллина, Иудея, обрезания, необрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос. Это послание к Колоссянам, 3 глава. Бесценные слова и надо потратить свою жизнь для того, чтобы напитаться этими божественными словами. А потом эти слова, напитавшие сознание, непременно просочатся в сердце, а потом сердце, как корень жизни, оно даст эти слова уже и в руки, и в ноги, и на язык, и в глаза, и в уши. И мы будем жить по-евангельски. То есть таков путь. То есть нужно сначала начитаться, напитаться, насытиться Божьим Словом, потом оно наполнит тебя и просочится из головы в сердце. Путь недалекий, всего лишь метр расстояния от мозгов до сердца, но он преодолевается в течение десятилетий. Медленно по капельке просачивается Слово Божие из головы в сердце, потом там в сердце производит свое очистительное действие, а потом из сердца распространяется на всю жизнь. Вот как эти святые мученики. Они думали, а я смогу страдать или не смогу? Я хочу, но я не знаю, я боюсь. И у них был трепет и страх, и они ужасались. Но Слово Божие заставляло их идти дальше. Иди дальше, бери больше. То есть двигайся, двигайся вперед к почести горнего звания. Вот эти святые пяточисленные, они, конечно, великие и интересные. Хватит на сегодня. Аминь и воскресшему Христу слава. Аминь и воскресшему Христу слава.